Наслаждаться нашими полетами. Одна из участников фестиваля Милана Шакирова. Она впервые попробовала себя в роли профессионального пилота. Девочка признается, не все так просто, как может показаться со стороны. Он управляет не очень легко. Нужно уметь его правильно держать в курсе и поворачивать неправильно тоже. Идея развития соревнований на квадрокоптерах, как отдельного вида спортивной дисциплины, зародилась у Дмитрия Колесникова давно. В 2022 году в Москве получилось защитить грант-выигрыш 700 тысяч рублей на развитие направления. Гонки на дронах в Челнах. В этом году в манеже Победы соревнования проходили во второй раз. Проект в первую очередь направлен для молодежи на выявление технических талантов, прокачивание их навыков, скиллов. Ребята учатся сами собирать дроны, управлять дронами. Учатся инженерным программам различным. Смотри, вот это у нас включает загаз. Мы его резко не делаем, не дергаем, у нас все плавно. В пилотировании летательным аппаратом существует большое количество нюансов. По словам тренера Данилы Бухарова, в управлении важно чувствовать дрон и учитывать инерцию его движения. Они приходят с нулевыми знаниями, мы их сажаем за компьютеры, объясняем технику безопасности, показываем на симуляторах, как это что происходит и потихоньку-потихоньку учимся летать симуляторе. В действительности управлять дроном не так-то просто, но научиться этому может абсолютно каждый. Вот и я сегодня взял в руки пульт, давайте попробуем и посмотрим, что из этого получится. Ну, конечно, все, не без помощи специалистов. Обладателем первого места в спортивном фестивале по управлению дроном в 2023 году стал Булат Гельфанов. В планах инженерной школы подготовка и участие во всероссийских соревнованиях. Исканер Мирзагитов, Ленар Султанов, Новости Чилны ТВ.